Всем привет! Меня зовут Ева, добро пожаловать в мое новое видео под названием Пустые баночки декабря! Ура! Конец года и можно избавиться от всех пустых баночек! Кто на моем канале новичок, я напоминаю, то есть объявляю, что в конце видео я всегда обсыпаюсь пустыми баночками. Ну вот нравится мне прощаться таким образом с пустыми банками и всегда, как по традиции, я начинаю с декоративки. Я обожаю, когда у меня заканчивается декоративная косметика, ведь на смену ей можно купить что-то новенькое, интересненькое, из новой коллекции Или немножечко отложить это приятное событие. Ведь не всегда нужно думать только о косметике, но иногда нам, девочкам, хочется вот этого чего-то такого женственного, красивого, воздушного. А производители декоративной косметики умеют нас удивить, и не только производители дорогой декоративной косметики, а также и достаточно бюджетной. В моем видео будут присутствовать косметические продукты, в основном бюджетные. И начну я как по традиции, мне никто не ответил, как вам больше нравится, чтобы я рандомно выбирала продукты. Или вот так вот, например, вот я обычно делаю сначала декоративная косметика, потом уходовая косметика для лица, уходовая косметика для волос и уходовая косметика для тела. Ну и как обычно, начну все-таки с декоративной косметики. У меня закончился вот такой вот тональный крем от бренда Luxe Visage. Это, то есть название Skin Evolution, прям эволюция кожи, фаундейшн, такое интересное название. Soft Matte Blur Effect. Обещает натуральный матовый финиш и выравнивающий эффект Тон 20. Бежевый. Вообще, очень хвалят на ютубе именно этот крем. И когда он появился, мне его захотелось попробовать, но он не обещает, то есть я не заметила здесь такого сверхматового финиша. Он не подсушивает кожу. У меня кожа нормальная. В осенне-зимний период склонная к сухости, но наконец-то она не склонная. У меня только шевушение под носиком, так как я не так давно переболела. И немножечко такой голос у меня, может быть, я не знаю, заметно это на микрофоне, будет при записи или нет. Кстати, проверю свой звук. Немножечко у меня еще остаточки, что голос такой не сильно звонкий, скажем так. Мой вердикт этому тональному крему, он прекрасный. Он дает именно натуральный финиш, не матовый. И действительно выравнивает все лицо. Сегодня, естественно, я им еще, то есть уже не намазалась. Другой у меня тональный крем, а именно DD крем, кстати. Но этот вот тональный крем могу посоветовать. Этот тон 20 прекрасный. Переходим к следующему. У меня, представляете, наконец-таки закончился вот этот вот жидкий хайлайтер. Хайлайтер, я очень хотела его закончить. Это жидкий хайлайтер от NYX, серия Born to Glow. Очень, кстати, неплохая такая серия. Называется Liquid Illuminator. И здесь также название Sunbeam, то есть солнечный лучик, LIM-01. Срок годности 12 месяцев. Я чуть больше его использовала. Хотя кремовую текстуру нужно выбрасывать по стечению срока годности. Мне понравился этот иллюминатор. Особенно мне понравилось его добавлять в свою тональную основу. Тогда очень хороший получается эффект. Действительно, если крем, например, с матовым эффектом, тональный, и если добавить жидкий хайлайтер, то будет такой вот финиш, сияющий. Но не такой, что вот блин. Может быть на жирной коже и будет блином. Но вот мое мнение, что обычно вот эти средства, жидкие хайлайтеры, они немножечко так вот подсушивают. Это мое мнение. Когда я наношу на все лицо, я бы не сказала, что у меня лицо такое было увлажненное после того, как я нанесла этот жидкий хайлайтер. Да, я двумя, тремя способами использовала этот жидкий хайлайтер, чтобы закончить. Первый способ, это добавляла в тональную основу. Второй способ, это то, что я использовала в качестве базы под макияж. Да, вот такую сияющую основу наносила. Ведь у мак есть легендарная такая вот сияющая основа. И третье также я использовала. А, четыре применения. Третье как хайлайтер и четвертое как тени или подложка под тени. Замечательное средство, даже мне понравилось. Не знаю, почему я так долго его использовала. Надо было с самого начала его юзать. Также закончились у меня легендарные тени от Люкс Визаж в оттенке 14. 14 это название, насколько я помню, они, к сожалению, не пишут здесь название. Дымчатый кварц. Я очень люблю этот полудрагоценный, так нельзя называть, а именно просто камушек. Вот, например, за границей такие камни, как дымчатый кварц, если говорить, они не называют полудрагоценный, а именно как драгоценные камни у них считаются. А у нас вот почему-то ввелось в обиход вот это слово полудрагоценное, это неправильно. Это ругательное слово оказывается в сфере гемологии, гемологов. Эти тени, естественно, они чудесные, много отпели. Они и в один слой прекрасно, и если наслаивать их на подвижное веко, прекрасно бликуют. А чаще я использовала в качестве подложки, то есть я наносила эти жидкие тени, и поверх еще какие-нибудь мерцающие тени, и получалось просто феерично. Также закончилась у меня вот такая вот тушь. Это тушь от Релуи, причем это у них название Релуи Эликсир Интенс. Здесь такие обещания, как 80% ингредиентов натурального происхождения, масло асай, экстракт листьев зеленого чая, растительные фибры. И прошла эта тушь, естественно, офтальмологический контроль. Наверное, каждая тушь должна проходить этот офтальмологический контроль. Честно, очень понравилась эта тушь. Кстати, они еще здесь обещали, что она смывается просто тепленькой водичкой. Да, она смывается тепленькой водичкой, не сходит чулочками, вот что мне и нравится. Что в отличие от термотуши, ее так и не назвали термотуш, просто Эликсир Интенс. То, что она смывается теплой водичкой без этих вот чулочков, которые, кстати, могут попасть в глаз при смывке. Очень приятный запах, обалденный. Прям хочу еще понюхать, это вот, я так понимаю, это аромат вот этих вот ягод асайи, масло асайи, бомбическая тушь. Кстати, есть еще на белорусском рынке еще одна тушь, и по составу я проверяла практически идентично этой. Это от бренда Vitex. У меня даже снято видео битва туши. Вот это Интенс Эликсир Релуи и от Vitex Premium, называется в такой розовой нюдовой упаковке. Поэтому она у меня есть как заменитель. Там только щеточка силиконовая, здесь не силиконовая, здесь классическая щеточка. Но эффект на ресницах прекрасный. Я сегодня даже в последний раз накрасилась этой тушью и могу вам продемонстрировать. Надеюсь, видно. Даже вот когда она заканчивается, она прекрасно выглядит на ресничках. Очень мне нравится, но просто уже прошло больше, чем 6 месяцев. А срок годности туши до 6 месяцев. А вообще рекомендуют использовать туши до 3 месяцев, а потом выбрасывать. Потому что все-таки глаза надо беречь, и прием у офтальмолога платный стоит дороже, чем тушь. Можно купить на эту стоимость, добавить и люксовую какую-нибудь тушь. И последнее декоративное средство, которое у меня закончилось. Но тут осталось несколько раз попользоваться. Это опять карандаш контурный от Релуи в оттенке 20. Купила, знаете, честно, насмотрелась в инстаграм. У них есть девушка, она, так я понимаю, занимается у них менеджер, то ли маркетолог Елизавета. Она такая красивая. Она совсем по-другому выглядит, совсем другой типаж, чем я. То есть она брюнетка, ну какая же она красивая. И она всегда рекламирует этот карандаш. И вот по ее рекомендациям в инстаграм я купила этот все-таки контурный карандаш в оттенке 20. С витамином Е они все идут. И действительно здесь прекрасный оттенок, который подойдет всем. И с помощью этого карандаша можно сделать губки пухлее. Я даже наношу этот карандаш обычно и под розовую помаду. Вот сегодня у меня розовая помада, а именно жидкие румяна. Опять же от Релуи в оттенке пинг. Очень иногда хочется такого розового цвета. Тем более я сегодня надела вот этих мишек туз. И к ним вот так и просится розовая помада. И нанесла этот контурный карандаш. Можно закрасить и все губки этим контурным карандашом. Все будет отлично. Поэтому очень понравились все эти средства, которые я вам показала. У меня к ним претензий никаких нет. Поэтому белорусская косметика просто невероятная, на мой взгляд. А, вот еще забыла. Думала показывать или не показывать. Но уже покажу. Тут осталось несколько раз попользоваться. Закончилась у меня практически уже палетка. Опять же от бренда Релуи. Paradiso Face Palette. Сюда включался хайлайтер. Двое румяна днематовые, другие персиковые. И очень удачный оттенок бронзера. И вот у меня уже давно закончился хайлайтер и персиковые румяна с шиммером. И остались, видите, остатки совсем румян таких матовых, розовых. Я сегодня их тоже нанесла. Очень люблю такой оттенок. Именно такой розовый, освежающий. И даже хоть они заявлены как матовые, они дают такой атласный эффект шелковой кожи. И также, видите, уже к концу подходит этот бронзер. Ну, над бронзером еще можно постараться. А вот румяна уже все, еще на один раз осталось. И все, поэтому отношу эту палетку к пустым баночкам. Естественно, я закончу этот продукт. Но палетка невероятная. Она коммерчески выглядит. И вообще Релуи молодцы. Всегда практически все косметические средства мне подходят, говорю, от души. Вот прям совет от белорусочки. Косметика Релуи для меня это какая-то ностальгия. Это хорошее качество. Неплохие упаковки, хоть и бюджетные. Все меня устраивает. И теперь переходим к аромату. В этом месяце у меня закончился только один аромат. Я его, честно скажу, специально закончила. Это красная Москва. Именно духи от новой зари. Или как еще пишут названия на английском новель Этойль. Новая заря. Очень мне нравится и эта упаковочка. И сам аромат. Он не ретро аромат, я считаю. Замечательный аромат. Один раз я им облилась. И в день получила два комплимента. В лифте от мужчины зашел мужчина. Я всегда ему, честно признаюсь, нравлюсь. Он всегда делает комплименты. И сказал, чем это так вкусно пахнет. Мне вот, честно признаюсь, было стыдно признаться, что это красная Москва от новой зари. Думаю, если скажу, то мы будем долго смеяться. Я не призналась. Он намекал, чтобы я ему сообщила аромат. Я не открыла ему эту тайну. И второй раз мне сделали комплимент. Человек, который искушен в парфюмерии. Он отоваривается только в таком... У нас есть такой магазин парфюмист. Только там он покупает ароматы. И он сказал, чем это от тебя так пахнет. Так ты вкусно пахнешь. А я тогда просто облилась этой Москвой. Почему я ее так спешно закончила. Ведь могла растянуть этот эффект. Тем более, Красную Москву советуют отстаивать. Но я закончила ее так быстро. Потому что она у меня упала. Не разбилась. А лишь от бутылочки отбился тут краешек. А такие баночки меня не радуют. Я лучше куплю себе еще одну. Поэтому я с таким усилием заканчивала. Но благодаря тому, что я наносила и сюда, намазом, и сюда. Намазом, вот это выражается так парфюмоньяки или специалисты, эксперты в мире парфюмерии. То есть намазом, как я понимаю, это вот так вот намазывать. И я прям вот так вот поливала себе на руку эту Красную Москву. О, тут еще осталось. Я сегодня аромат не наносила. Снимаю очень рано. Вот сегодня буду опять Красной Москвой пахнуть. Кстати, говорят, что Шанель номер 5 пахнет как Красная Москва. Но дело в том, что в Красной Москве альдегидов нет, а в Шанели есть. Ой, как мне нравится. Вот этот вот какой-то, знаете, гвоздично-кориандровый шипр, который потом переходит в какую-то пудру. Если об этом аромате говорить подробно... Кстати, вот эта упаковочка, это самоумиление. Я еще хочу заказать Красную Москву, чтобы у меня был, может быть, флакон побольше вместе с мылом. А гель для душа у меня есть. И я довольна всеми этими средствами. Поэтому, может быть, закажу в такой винтажной упаковке. Красную Москву вместе с дезиком и мылом. Вот все хочу это сделать. Я видела на Wildberries. И я обращусь именно к фраге. Да, на фраге есть Красная Москва. То, что там основные аккорды это цветочный фужерный. Ну, фужерность это за счет того, что здесь есть фиалка. Как я понимаю, для меня аромат машина времени. У меня даже видео посвящено этому аромату. И эта группа цветочной пряны выпущена аж в 1925 году. Этот аромат купила в маленькой упаковочке, потому что у меня ностальгия. По-моему, где-то лет 30 назад были упаковки еще меньше. Флакончики напишите, кто помнит. Потому что у меня есть подписчики, которые помнят, что были. Может быть, вы тоже еще добавитесь. И мне будет очень приятно. И напишите, есть ли еще меньше. Помните ли вы, что был флакон еще меньше, чем этот. Верхние ноты здесь кориандр, цветок апельсина и бергамот. Средние ноты, вот эта гвоздика, цветочек. Именно иланг, иланг, жасмин и роза именно из Непала. Базовые ноты ирис, ваниль, бобы, тонка. Сразу, когда я этот аромат купила, мне сразу вспоминается на крахмаленной простыне моей бабушки. Она всегда, она не на себя использовала красную Москву, как я. А она в шкафу там стоял флакон. Или на простыне она сбрызгивала этим ароматом. Не знаю. Но вот пахло именно красной Москвой. Сразу я вспоминаю вот это вот время. Время бани общественной. Я к бабушке часто приезжала в Ушачи. У нас такой город есть в Витебской области. После бани мы шли, пили буратино с пирожным таким песочным. И этот аромат у меня ассоциируется именно лето у бабушки в Ушачи. Речка. И когда я подходила, я именно, мне хотелось вот понюхать из маленького флакончика. У нее был маленький флакончик. У нас никто не любил этот аромат. Почему-то не нравился. Он такой, знаете, теплый, сливочный. Я проверяла ольфакторные ощущения у сына старшего. Он сказал, что что-то свечкой пахнет. Младший сын сказал, что пахнет кремом. А муж сказал, пахнет Советским Союзом. Поэтому вот такой вот аромат. Для меня это реально вот этот вот гвоздично-кориандровый шипр. Потом аромат смягчается. Уходит вот эта лишняя шипровость. И специи остаются. И играет и ланг, и ланг. Мне кажется, здесь и нероли есть, и жасмин. Очень красивый аромат. Он красиво переливается, ощущается. Также чувствуется ирис. Ирис уходит в пудру. Именно в такую ретро пудру, мокрую пудру. Я обожаю ароматы пудры. У меня даже есть пудра флёр. Я обожаю то, что она ароматная. Я люблю ароматизированную косметику. Потом звучит нежными специями, цветами и пудрой. Отдает в конце дня, если его много нанести. А я его наносила очень много. И вот, знаете, он у меня закончился. И мне не хватает этого аромата. Хочу купить, даже может быть сегодня, соблазнюсь и закажу себе вот эту вот ретро винтажную упаковку. Красную, с кисточкой. Прям хочется мне. А надо свои желания исполнять. Не хватает мне его. Вот нет в моей коллекции ретро аромата. Шанель стоит слишком дорого. А вот это можно себе позволить. А может быть и Шанель номер 5 куплю и сравню. Альдегиды Шанель номер 5. Или вот этот нежный аромат из детства. Просто восторг. Ну, я об ароматах могу разговаривать бесконечно. Поэтому заканчиваю и перехожу к уходу за лицом. И сразу покажу вот такую мицеллярную воду от бренда Vitex. Белорусский бренд. Это увлажняющая мицеллярная вода 3 в 1 для лица и кожи вокруг глаз. Здесь заявлено, что чистая, увлажненная, сияющая кожа получается. Мне понравилось. Немножечко я тут заляпала хайлайтером. Надо на руки нанести. Потому что вот этот вот хайлайтер отсюда я хотела остатки выдушить. Так и буду выражаться. И они попали вот на мои другие пустые банки. Неплохая мицеллярная вода, бюджетная. Чем переплачивать за лореаль? То можно купить вот такую большую бутылку от Vitex. Она смывала и мои стрелочки, и мои туши, и крем тональный. Поэтому никаких претензий нет. Только хорошие ощущения от этой мицеллярной воды и кожу не сушила. Также обычно вот мицеллярной водой я смываю тушь и подводку с глаз. А остальное я не злоупотребляю мицеллярной водой. Смываю каким-нибудь маслом или гидрофильным маслом. Но в этот раз, то есть в этом месяце, или в течение где-то двух месяцев мне хватило, это было со мной маслоочищение для лица антиоксидантная серия Чага. Как же мне понравилась эта Чага. Она хоть и заявлена как антивозрастной уход, но мне очень хорошо подходят средства именно из этой линейки. Честно, масло мне сразу понравилось. Но потом мне под каким-то видео, где я рассказывала о косметике, мне посоветовали всю серию вот эту Чага. И я купила себе крем под глаза. И реально это тот крем, который я хотела. Он питательный. Он действительно, вот мне 38 лет, для 38 лет то, что надо. Я не люблю быстро впитывающиеся такие кремы под глаза. Я люблю, чтобы они были питательные. И действительно, именно из этой серии Чага, Белита, крем для глаз прекрасный. Это масло прекрасное. Мне нравится, что здесь написано, нанесите на влажную кожу, вспейте и смойте водой. Что не нужно там мылить 5 минут, а именно вспенить и смыть. Прекрасная серия. Очень советую. Прям открытие 2022 года. Очень понравилось. Продолжу знакомиться с этой серией и в 2023 году. Также для лица закончился вот такой вот крем-концентрат антикупероз. У меня вот здесь вот на крыльях носа есть купероз. Поэтому где-то 2 раза в год я покупаю крем для лица. И в профилактических целях мажусь им. Это крем от бренда Vitex. Тоже белорусский бренд. В одном магазине Vitex и Белита. Я в каждом видео это повторяю. Продается. Камера сказала мне, Катюша, давай заканчивай. Подводи итоги. Ну, теперь попытаюсь продвигаться побыстрее. Так вот этот крем-концентрат антикупероз для лица. Здесь активные ингредиенты. Написано сафлорой и гинго-белоба. Предназначен этот крем для сухой. Очень сухой, чувствительной кожи. Покупала для себя и для сына. У него сухая кожа. И мне понравилось. Также, кстати, вот этот крем подходит для кожи, склонная к попроснениям. И здесь SPF 15. Поэтому крем неплохой. Вообще, вот эта вот аптечная косметика от Vitex, она неплохая. Я бы не сказала, что она по качествам такая же, как французская косметика, которая продается в аптеках. Например, Авен или Ла Рош Пассе. Она уступает по своим характеристикам. Но в качестве такого крема-помощника неплохо подойдет. Кстати, я вот сказала сафлора и гинго-белоба. Мне нравятся упаковки Vitex Belita, что они все расписывают. И можно узнать, что масса сафлора устраняет мелкие морщинки, помогает снять воспаление, улучшает внешний вид кожи. А экстракт вот этого вот необыкновенного гинго-белоба тонизирует и улучшает питание клеток, замедляя процесс старения. Также здесь еще есть высокоэффективный компонент Biofitex, который регулирует микроциркуляцию, устраняет видимые признаки купероза. Вот этот компонент, видимо. И комплекс ультрафиолетовых фильтров. Нейтрализует негативное воздействие ультрафиолета, защищая ослабленную склонную к покраснению кожу. Прекрасный крем на каждый день, как рабочая лошадка. Неплохой. Кстати, я, чтобы его побыстрее закончить, наносила не только на лицо, но и на шею, как рекомендуют, и сюда. В качестве профилактики. Не помешает, по-моему, у них еще и сыворотка от купероза. Надо будет попробовать. Именно у Vitex. И последнее, что у меня закончилось в уходе за лицом, это детский крем. Да, детский крем от моего любимого бренда Фабрика Свобода. Я когда выпустила шортс, где говорила, что я люблю Фабрику Свобода, вот люблю я эту Фабрику Свобода. У меня ностальгия, и кремы мне подходят. Мне написали, оно и видно. Ну, да ладно. Я не обижаюсь. Причем написала, я не знаю, девушка. Наверное, девушка. А может быть и мужчина. Причем без аватарки. Ну, уже покажите свое прекрасное личико и те средства, которыми вы пользуетесь. Мне не стыдно сказать, что я люблю Фабрику Свободы. Я считаю, что это достойная фабрика, и у нее достойные средства, проверенные временем. И в основном пишут только хорошие отзывы на эту косметику. Так вот, этот детский крем мне очень понравился. Это легендарный крем у них. Он уже давно производится. С какого-то года. То есть, он вообще прям древний-древний. На что нужно обратить внимание, что этот детский крем для ежедневного ухода за чувствительной кожей с молочным протеином, провитамином В5 и витамином Ф. Я использовала этот крем. Это самый мой любимый детский крем. Я вот этот крем даже больше люблю, чем детские кремы от Белита Витекс. Да, хоть я и белорусочка, и очень люблю Белита Витекс, но вот именно детский крем мне очень нравится. Вот этот Тик-Так. Он прекрасно восстанавливает кожу ребенка. А, кстати, он не такой уж и древний. Сделан с любовью с 1985 года. Я 1984 года. А он сделан в 1985 году. Может быть, даже моя мама покупала этот крем. Но он давно существует. Я ему доверяю. Мне нравится здесь аромат. Действительно, прекрасный аромат. Только главное его заканчивать до 6 месяцев. То есть, срок годности. Потом какой-то появляется другой уже аромат. Я мазала уже и с другим ароматом на ножки. И ничего с ними не случилось. Они только напитывались. Поэтому крем неплохой. Если выбирать из детских кремов, то выбираю этот. Единственное, тут хоть и написано 0+, но нужно думать. То есть, если ребеночек склонный к аллергиям, то лучше выбирать уже такие средства аптечные. Которые рекомендует именно педиатр. Косметика для волос. Закончился у меня вот такой вот интересный бальзам-маска для волос. Как же мне он понравился. Это бренд Vitex. Серия протеина Repair. Тут очень много написано таких слов научных. Микропротеиновая вакцина. Трехуровневое заполнение волос. Я сейчас прочитаю. Можно прям падать и представлять какую-то лабораторию в Швейцарии. Затем микропротеины кератина. Протеины шелка и кашемира. И восстанавливают структуру волос от корней до кончиков. Снижают ломкость волос более чем на 80%. И запаивают текущиеся кончики. Ой, капает у меня с нее водой мыло. И здесь даже расписано, что дают эти микропротеины кератина. И что дают протеины шелка. Как они восстанавливают и укрепляют кутикулу волос. И протеины кашемира. И можно использовать в качестве бальзама на 1-2 минуты. Ради чего я покупаю. Чтобы быстренько я и так и держу на волосах. То есть мою шампунем. Потом выдерживаю вот этот вот бальзам на волосах. Потому что я приверженец кудрявого метода. Я не расчесываю волосы. Вот сегодня я помыла волосы шампунем. Потом нанесла бальзам. Уже другой, кстати. Потом я волосы вообще не расчесываю. Я их распутываю именно когда на них бальзам. Также можно использовать этот бальзам в качестве маски. Оставлять на 5-10 минут. Очень понравился. Очень хорошо распутывает волосы. Делает их какими-то живыми. Напитанными. Я обожаю его. Если кому-то, кстати, не нравятся мои волосы. Я говорю, что мои волосы, они тонкие, кудрявые. И они меня полностью устраивают. Я не вижу в них ничего плохого. Я их крашу сейчас в салоне. Сама не занимаюсь этими экспериментами. Никакими порошками мне их не красят. По-моему, здесь 9% мне наносят на корни. Потому что у меня есть седина. Если кому-то не нравится, напишите, что вам не нравится. Посоветуйте мне что-нибудь тогда хорошее для волос. Напитывающее. Мне, естественно, как-то так не очень приятно это читать. Но, знаете, любые комментарии я приветствую. Потому что все разные. Это ваше мнение. Пишите. Я буду читать все. И отвечать всем в уважительной манере. Постараюсь. Вот такая вот я. Многогранная, меняющаяся. Также закончился вот такой вот уксус-блеск для сияния волос с эфирным маслом Иланг-Иланга. Что-то кругом у меня Иланг-Иланг. И в Красной Москве Иланг-Иланг. И вот в этом блеске уксусе. Сегодня я вот остатки его нанесла на волосы. Просто сбрызгивала. Это бренд Витекс. Он несмываемый. Я бы не сказала, что я что-то там увидела. Какой-то вот блеск, ради чего я и купила этот детокс-терапия. Уксус-блеск. Он неплохой, как рабочая, опять же, лошадка. Вот чтобы что-то нанести после мытья. В принципе, волосы неплохие. Они выглядят сильно сухими. Не могу ничего и плохого сказать. Тут они заявляют, что это настоящий источник сияния, легкости, шелковистости, мягкости волос. Которые благодаря целебным растениям с сильным антиоксидантным действием мгновенно обеспечивают 7 эффектов. Ну, ладно. Переливающийся глянцевый блеск. Нет, я бы не сказала, что здесь такой уж блеск. 3D защиту. Может быть. Нейтрализацию действия жесткой воды. Может быть. Питание, укрепление, оздоровление. Ну, я бы не сказала, что мои в качестве волосы упали. Нет, они остались нормальными. Запечатывание кутикулы волос. Может быть. Мягкость, эластичность, послушность. Ну, расчесываются нормально, но я их не расчесываю. Только, может быть, на третий день мне хочется их расчесать. И тонкий нежный аромат. Да, здесь тонкий нежный аромат. Никакого аромата уксуса нет. Неплохое средство. Как рабочая лошадка, опять же. И хочу посоветовать. Опять же, извините за такую вот упаковку. Немножечко обляпала опять вот этим вот жидким хайлайтером. Очень хочу похвалить вот эту серию против перхоти сульсена шампунь. Это в моем окружении. Меня попросили купить этот шампунь. Очень понравился. Просто рекомендую, если вам нужен бюджетный шампунь против перхоти, попробуйте. Это этап 1. Здесь содержится 1% десульфит селена. И он неплохой. Что же делает этот десульфит селена? Это уникальный компонент, направленное действие, которое эффективно борется с причинами образования перхоти. Уменьшают ее проявления, предупреждают повторное появление. Но повторное появление не предупреждает, так вот на 100%. Но то, что помогает, да. И второе, вот надо мне выбрасывать. Оно не понадобилось тому человеку, которому я купила. Сульсена паста против перхоти. Этап 2. Десульфит селена. Я очень настаивалась, чтобы его использовали. Но вот лень людям использовать эту пасту. Просто ее нужно наносить достаточное количество пасты на влажные вымытые волосы. Вмассировать кожу, головы, корни волос. И выдержать в течении 10-15 минут. Это мужчина из моего близкого окружения. Он не захотел вот так вот париться. Поэтому использовал только шампунь. А пасту мне приходится выбрасывать. И теперь средство для тела. Закончилось у меня вот такое молочко для руки тела. От бренда 5 Белита. Их просто прекрасная серия. Хэмп Гри. Натуральная косметика. И причем везде по разному пишут. Здесь 99,4% натуральных компонентов. Где-то они пишут 99,5%. Но я буду, наверное, снимать обзор на все эти средства. Потому что уже очень мне понравилась эта линейка. Здесь и оформление прекрасное. Славится эта линейка тем, что здесь основной компонент это конопля. Она на упаковках и нарисована. И это молочко для рук и тела мне очень понравилось. Оно и прекрасно пахнет. И хорошо впитывается. И хорошо напитывает кожу. Кожа увлажненная. Я наносила даже на шею, на грудь. И я бы даже использовала это молочко для рук и тела и на лицо. Очень даже неплохое средство. Мне посоветовал консультант в магазине Белита Витекс. Фирменном. В столице. И я с удовольствием использовала. Обожаю это средство. И кто использует только косметику, которая не тестируется на животных. Присмотритесь к этой серии. Она очень хорошая. Также для тела у меня закончилось вот такое жидкое мыло детское. У меня мои мальчики, у меня два мальчика, они мыли руки. Это тоже у них такая новиночка. Типа предназначена для девочек. 7-10 лет. Но я купила мальчикам и себе. Здесь аромат малинового слайма. И тут реально аромат малины. Так и заявлено. Аромат спелой малины без раздражения и пересушивания. Экстракт малины увлажняет и смягчает кожу. Замечательное мыло. Замечательная новинка у Белита. Очень мне нравятся эти у них серии. Белита для мальчиков 7-10 лет. И вот Белита для девочек 7-10 лет. У кого дети такого возраста, присмотритесь. Очень ароматы классные. Еще есть аромат с колой. Мы использовали вот этот малиновый слайм. Просто умопомрачительный. И кожа рук не пересушивается. А даже увлажняется. Также закончилась пена для бритья. Успокаивающая с алоэ для чувствительной кожи. Да, я покупаю жилет мужской, чтобы брить ножки. Волосы на ножках, на подмышках, в интимной зоне. Пользуюсь бритвенным станком. Но вот начала испытывать еще свой лазерный эпилятор на ноге, на которой нет варикоза. Посмотрим. Может быть я перейду к лазерному эпилятору и буду пользоваться им. Но пока пользуюсь бритвенным станком и приветствую. Опять обращаемся к фабрике Свободы. Я не удержалась. Заказала у них мыло с лавандой. Русская баня. К сожалению, Валдеррис вот так вот заклеили. Здесь такая интересная тоже винтажная упаковка. Вот у меня ностальгия по тому времени. Я не скажу, что в том времени было лучше. Но у меня есть какие-то приятные воспоминания. Это детство. А детство у меня... Дай бог здоровья всем, кто был со мной в детстве. И кто до сих пор со мной. Потому что мне подарили самые приятные мгновения. В детстве мне было очень хорошо. Очень хорошо. Я была принцессой. Я теперь это осознаю и понимаю. Это мыло с лавандой очень нравится. Вот я сейчас даже готова расплакаться. Ну, мне было хорошо в детстве. Скажу, я чувствовала... У меня было ощущение теплоты, уюта, защищенности. Я это чувствовала. И спасибо всем моим родным и близким, что они мне это дали. Вот это самое главное. Я пытаюсь это дать своим детям. Пытаюсь. Не знаю, получается или не получается. Через несколько лет узнаю. Но я получила самые-самые хорошие ощущения в детстве. Получала. Мне очень-очень хорошо вспоминают те времена. И, естественно, я люблю это мыло от фабрики Свобода. И не помню, чтобы оно там изготавливалось. Чтобы мы пользовались. Просто купила, потому что захотелось твердого мыла от фабрики Свободы. И оно прекрасно очищает мои кисти. Я мою кисти и руки мою. Хорошее мыло. На этом я заканчиваю свои пустые баночки. И, как всегда, буду ими обсыпаться. Декоративной косметикой вот это еще буду заканчивать. И вот эту бутылочку не буду уже на себя сыпать. Обсыплюсь другими средствами. Думала побыстрее сделать видео. Получилось, как всегда. Ну, не буду затягивать. Заканчиваю этот 2022 год тигрика с этими прекрасными пустыми баночками. Я прощаюсь. Ура! Так и надо делать. Надо выбрасывать все пустое и ненужное. Ура! На этой прекрасной ноте хочу пожелать вам самое главное вот этого тепла, уюта, доброты. Чтобы у вас всегда присутствовало состояние защищенности, уверенности в завтрашнем дне. Ведь это важно для любого человека. Поэтому пускай новый 2023 год будет самым лучшим у всех нас. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Уже скучаю. Субтитры сделал DimaTorzok